Привет, друзья! Натали – известная российская певица, которая быстро обрела свою порцию популярности, но также быстро её потеряла. Натали особо известна по хиту «Ветер с моря долл», поколение 80-х-90-х до сих пор знает наизусть. Однако впоследствии певица пропала с музыкального олимпа на долгие годы. Позднее Натали смогла реабилитироваться, и произошло её триумфальное возвращение на сцену. С 2013 года песня «О боже, какой мужчина» в её исполнении не покидает плейлистов всех караоке. Она талантлива, имеет красивый голос, очень эффектно выглядит и покоряет публику с первого взгляда. Поклонников отечественного шоу-бизнеса нередко интересует, куда сейчас пропала певица и как она живёт. Но для начала подписывайтесь на канал и не забывайте ставить лайк, а мы расскажем, как сейчас живёт Натали и какой недвижимостью она владеет. Наталья Анатольевна Миняева появилась на свет 31 марта 1974 года в Дзержинске Нижегородской области. Отец Анатолий Николаевич работал на заводе заместителем главного энергетика, а мать Людмила Павловна трудилась в лабораторном цехе на комбинате «Дзержинское оргстекло». Будущая знаменитость не пошла по стопам родителей, из начальных классов стала учиться в музыкальной школе. Когда Наталье было 16, её заметили кинематографисты студии «Ленфильм». Они тогда снимали в Дзержинске ленту к 60-летию города, где документальные кадры были связаны между собой художественной сюжетной линией. В ней и снялась десятиклассница Наташа. Её героиня олицетворяла молодое поколение города. В тот же период девушка стала петь в молодёжной группе «Поп-галактика». Записала в её составе несколько песен. Часть песен Наталья сочинила сама. После школы она пошла в педучилище. Окончив его, стала работать учителем младших классов. Но всё это время параллельно занималась музыкой. С будущим мужем они познакомились на музыкальном фестивале. Наталья выступала там в составе группы, а Александр подошёл после концерта и предложил ей помочь с выпуском песен. Александр Рудин имел отношение к звукозаписывающей индустрии. Так начался роман, и вскоре пара собралась в ЗАГС. На тот момент Наталье исполнилось 17 лет. Чтобы их расписали, пришлось раздобыть поддельную справку о беременности, которой не было. На вопрос, с чем была связана такая спешка, певица отвечает. «Почему-то я с 13 лет искала мужа. Для меня, 13-летней, это очень естественно. Я была такая вот серьёзная дама». Рудин сразу настроился сделать из жены певицу. Как говорит сама Натали, это была его мечта и его идея, а она просто поддержала эти задумки. Дебютный альбом под названием «Русалочка», где почти все песни Наташа написала сама, вышел в 1993 году. Спустя три года появился второй. К тому моменту супруги уже несколько лет жили в Москве. Они активно занимались музыкой, искали студии, знакомились с авторами, продюсерами. Но время шло, но творчество Наталии так и оставалось незамеченным. Первые альбомы не подарили певице особой популярности, хотя хорошо продавались. Прорыв случился в 1997 году, да ещё какой. Песню «Ветер с моря долл», пожалуй, знают абсолютно все. Ну а для Наталии этот релиз стал тем самым звёздным часом, после которого её жизнь моментально изменилась. С авторством хита про ветер и разбитую любовь до сих пор связано много легенд. Сама певица говорит, что пела эту песню ещё с 13-летнего возраста. Композицию она услышала то ли в пионерлагере, то ли во дворе, когда её играли на гитаре, сверстники. На обложке одноимённого альбома, выпущенного в 1998-м, напротив этой композиции значится «Автор неизвестен». Но стоило песне стать хитом, как начали появляться авторы, претендующие на то, что именно они написали композицию. Как упоминала Рудина, не менее 17 человек заявляли о своих правах на произведение. Даже Александр Розенбаум отметил, что «Ветер с моря долл» пели во дворах ещё в 60-е. Когда песня появилась в эфире радиостанций, а на голубом экране начал крутиться клип, многие СМИ и критики принялись ругать новую звезду за слишком примитивное творчество. А вот народу песня очень даже зашла. Её распевали во дворах, переписывали на кассетах и заказывали в программах на радио. Ну а Наталья Рудина стала своей на звёздных тусовках, хотя, как признаётся, не переставала чувствовать себя провинциалкой среди знаменитостей и зверьком в клетке в окружении многочисленных фанатов. «Долгие годы Наталья даже стыдилась своего успеха. Я мечтала стать учителем начальных классов и стала. Отработала по специальности совсем недолго, и судьба дала такой вираж. Я не планировала становиться артисткой и очень долго никак не могла воспринять себя в этой профессии». Несмотря на идиллию в отношениях, Наталья и Александр больше десяти лет совместной жизни не могли завести ребёнка. Наталья вместе с сестрой долго ходила в храм и молилась о рождении детей. Излишняя суеверность певицы заставляла её мучиться и сожалеть о поддельной справке и песне с текстом «Ветер с моря дул, нагонял беду». Она была уверена, что её невозможность выносить ребёнка – это расплата за содеянное. И вот в 2001 году Натали забеременела. Она чуть ли не жила в больнице под наблюдением врачей, боясь за жизнь первенца. К счастью, всё обошлось, и на свет появился их первый сын – Арсений. Хотя после первенца и были проблемы со здоровьем и будущими беременностями, но в семье Натали родились ещё Анатолий и Евгений. Вплоть до 2013 года Натали считали певицей одного хита, который все забыли. Но неожиданно Натали возвратилась в мир шоу-бизнеса с песней «О боже, какой мужчина». Композиция моментально собрала все музыкальные премии, вернула имя певицы в число самых ярких звёзд и безусловную известность. Полюбившийся хит не только поднял певицу на новый пик славы, но и изрядно её обогатил. Только за одно исполнение песни «О боже, какой мужчина» сладкоголосые блондинки платили по миллиону рублей. Смысл строчек оказался так близок певицы, что она сразу же обратилась в звукозаписывающую студию с новым хитом. Заняв определённое место на российской эстраде, Натали начала активно записывать новые песни и снимать клипы. Трек со словами «Ты Джонни Тэпп» и «Брэд Питт в одном флаконе», «Как самый лучший, ты записан в телефоне», немедленно покорил публику и зазвучал из каждого летнего кафе и радиоприёмника. В общем, история повторилась, несмотря на противоречивые оценки качества материала. Натали снова критиковали за примитивность, а народ был в восторге. Многие коллеги по шоу-бизнесу поздравляли Натали с возвращением, а Николай Басков даже предложил записать дуэт. Совместный трек артистов под названием «Николай» вышел в том же 2013-м. Натали выступила автором «Музыки и слов», подарив миру ещё одну бессмертную цитату. «Николай, Николай, не смогу разлюбить твой лали-лалай». Муж певицы редко появляется перед папарацци, но всё так же любит супругу и поддерживает её во всём. Секрет их крепких отношений в том, что они не контролируют каждый шаг своей половинки, поддерживают любые идеи и делают всё для благополучия сыновей. Дети Натали, несмотря на проблемы с деторождением певицы, растут здоровыми и способными. Самого младшего Натали родила в 42 года, хотя очень боялась, что будут осложнения, но Евгений появился на свет здоровым мальчиком. В свой дом Рудины никогда не приглашали домработниц. Всё хозяйство лежит на плечах звезды. Дети Натали часто путешествуют вместе с родителями и все праздники отмечают в кругу семьи. Натали, которой в марте исполнилось 47, отлично выглядит и не особенно-то и изменилась с тех пор, как её клипы крутили по всем музыкальным каналам. К тому же певица верна своему образу. Блонд, каре, много розового и вообще яркого в гардеробе. Так что не узнать знаменитость и по происшествии стольких лет было бы крайне сложно. Певица не стесняется открыто говорить о пластических операциях и о том, что до определенного возраста имела проблемы с самооценкой. В 20 лет казалась себе толстой, в 25 – старой и только после 45 перестала чувствовать возраст. Держать себя в форме, по словам артистки, заставляет профессия, поэтому Натали следит за фигурой и регулярно бывает у косметолога. Ботокс, нити – всего этого она не скрывает. «Мне очень идёт ботокс, брови становятся такими милыми и юными», – говорила Натали в интервью. Рассказывает певица и о том, что делала грудь и губы. Ранее артистка вместе с семьёй проживала в трёхкомнатной квартире, но позже Натали решила приобрести более просторное жильё и сделала выбор в пользу шестикомнатной квартиры. Общая площадь квартиры составляет 140 квадратных метров. В квартире удалось успешно оформить гостиную, кухню, спальню, детские, рабочий кабинет, ванные комнаты и гардеробную. В гостиной комнате имеются две функциональные зоны. В зоне отдыха расположены диван, комфортные кресла, а также журнальный столик. В обеденной зоне размещен длинный стол, рядом с которым стоят удобные кресла. В одной из комнат артистка обустроила рабочий кабинет. Там есть стол, на котором стоит компьютер, а также открытые полки с многочисленными дисками и другое оборудование. Центральное место в спальне супругов отведено большой кровати с мягким изголовьем. Комната оформлена симметрично. Над прикроватными тумбочками присутствуют зеркала, а на самих тумбочках стоят настольные лампы. Интерьер каждой из комнат отличается особой элегантностью. Апартаменты певицы выглядят просторными и очень уютными. В комнатах нет лишних предметов мебели или декора. В квартире созданы все условия для максимально комфортного проживания. Гонорар какой публичной личности вы хотите узнать? Свои пожелания оставляйте в комментариях. Переходите на другие ролики нашего канала, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик. До скорых встреч, пока!